Девушки отдыхают 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 Еще раз хочу ответить Тем, кто продолжает звонить и спрашивать Где же смотреть футбол Мы бы с удовольствием его показывали Но нас лишили такой возможности Теперь нужно иметь много денег Чтобы транслировать футбольные матчи Раньше телерадиокомпания Дентер это делала успешно, блестяще Но у нас нет таких финансовых средств Скажем как у НТВ плюс Поэтому вот чем богаты Тем и рады Первый тайм Как вам показалось Есть он у нас Дайте нам пожалуйста нарезочку Давай запивай А что вы Страшно что ли Что не устроил Я коротко скажу Что первые минут 15 команда привыкала К покрытию К искусственному Было непросто И мяч там дробит по своему И в общем Когда освоились Уже стали больше атаковать Дзюба Артем все время напрягал Оборону соперника Много мячей принимал Сбрасывал И в одном моменте сбросил Канге мяч И тот с близкого расстояния Должен был забивать Но попал в штангу В общем это был такой реальный момент В первом тайме А так команда конечно Концовку первого тайма Вообще полностью владела инициативой И выглядела сильнее соперника Есть другого мнения? Да нет Другого мнения нет Порадовала больше всего Организация игры И в защите Тут как раз был баланс И нападения И защиты И после игры даже И тренер соперника Тарханов отметил Что у нас практически не было шансов Оборону не могли пройти Слабое место Ростова Мне кажется что Вот новому главному тренеру Удалось Это преодолеть И столько Сколько мы в первом Круге пропускали Я думаю не будет Осталось только теперь забивать Забивать А у нас нападение И так и неплохое Среди Вот этих 5-6 клубов Которые замыкают Турнировую таблицу Мы больше всех изобилили 18 В основе гораздо меньше Меня это беспокоит Другой вопрос К нам на 3 месяца Пришел Артем Зюба Который блестяще Провел прошлый сезон В Ростове Да Сейчас он 3 месяца Поиграет Мы поднимемся Мы устоим Выдержим А дальше то что Он то уйдет У нас есть Бухаров Надо пробовать и Бухарова Надо пробовать и Азмуна Мне лично очень импонирует Азмун к сожалению Очень мало времени Проводит на поле У тренера видней Возможно Если ему давать шанс Он и вполне может использовать Достаточно быстрый футболист Быстро думающий И что касается Нападения защиты Я бы отметил Неплохую середину поля Центр сыграл неплохо Особенно Он не очень дисциплинирован Вот в Канге у нас Но если он играет И он в форме То согласитесь И скорость Нет, в Канге И скорость Как раз так получилось Да И насыщенность И так далее Он достаточно квалифицирован Мне очень нравится этот футболист Очень хороший С ним мы намного сильнее Ну прежде всего Я хотел бы своих коллег Так сказать В чем-то поддержать А в чем-то оппонировать Если говорить вообще А в целом игре Я в первом тайме Действительно Саша правильно сказал Ни одна минута Вообще не было сомнений Что команда Очень хорошо Мобилизована И она не дала Усомниться Вот в конечном итоге Надо еще сказать Что там же еще было Забито несколько мячей Это мы потом покажем И обсудим Это были ли судейские недочеты Да Вот так приятно Удивила команда Потому что настолько Были мобилизованы все И даже те неблагоприятные условия Манежа Там допустим Какие-то нюансы Это не сказывалось На общем рисунке игры И вот те линии Которые мы отмечаем Все-таки вот Андроник говорит Что там защита играла Это безупречно Были некоторые огрехи Где просто Так сказать Ну соперник там Достаточно невыразительный был А так конечно Появление Дзюбы Сказалось Это сразу видно Что это вышел форвард Он мог И за мяч зацепиться Он мог отыграться И вот тот аванс Который мы выдаем там Азмуну В нем еще очень много Присутствует суеты Много невыразительности Понятно Что парню нужно еще время И конечно надо давать шанс Вот Ну этот шанс В нынешней ситуации Этот шанс Надо использовать по полной Потому что У нас времени нет На шансов таких Понимаете Поэтому Но в целом Очень приятно удивила Мобилизация команды Динамизм вообще Всего первого тайма Поэтому будем надеяться Что так сказать Мы на верном пути Команда на верном пути Так скажем Можно ли это связать С приходом тренера Который взял все Вот в кулак И поведение футболистов И тренировочный процесс И так сказать Тактику на поле Все вот В руках Безусловно Безусловно Потому что вот Вот то напряжение Которое над командой Вообще давлело Потому что быть на последнем месте И не иметь Так сказать Такие Такие Мрачные перспективы Потому что Есть управленческого характера Там сложности В клубе Проблемы И вот так Мобилизовать команду И сейчас видно Что И в первой Это игре Мы смотрели С локомотивом Мы же проиграли Один удар Только мы проиграли Который был Из ряда Ультра-Си Выполнен Нападающим Локомотивом А так Мы играли С преимуществом В футболе Так бывает Когда имеешь преимущество А результат Отрицательный Ну вот эти Первые Такие Минуты Часы Игры Вот сейчас Это прямо Нас убеждает Утверждает В том что Команда действительно Выбирается И дай бог Будем надеяться Что надо кстати Выбереться Из этой трясины Вот То есть нельзя быть Добрым тренером Да Саша Это Саша скажет Он вообще тренер Демократ Вообще Масло у нас Тренер конечно Должен быть жесткий Ну и Все равно Должна быть Атмосфера Такая Где Игроки Будут прогрессировать Чтоб Слишком сильно Давления Тоже Над ними Не было Чтобы они Могли тоже Раскрыться Были Раскрепощенными Конечно Ну а дисциплина Это в первую очередь Залог всех успехов Давайте Посмотрим Второй тайм Были ли Судейские ошибки На ваш взгляд Андроник Карен Что молчите Леш Я от себя скажу Что на мой взгляд Незасчитанный гол Это была судейская ошибка Хотя вот Сложно Мы смотрим В повторе И вот Когда Азмун выходил Один на один Он Переадресовал Передачу На Григорьева Вот Там Понимаете Очень все На тоненького Было Судья Судя по всему Не успевал Боковой Четко зафиксировать В плане линии Поэтому Видимо Перестраховался И поднял флажок Но хорошо Что мы выигрывали Ведь этот гол Мог быть и решающим Поэтому Я не берусь Я сам не арбитр Не берусь Судить О квалификации Судей Но мне кажется Что ошибки Судейские были То есть Ситуация С судейством Продолжается Она никуда Не уходила Вот странным образом Что именно Это происходит С нашей командой Что бы вы нам Не говорили В каждой игре У нас почему-то То судья Поцелеповат То недостаточно Готов Чтобы добежать И увидеть ситуацию И какие-то оправдания Ищем Какие-то Да вот Судья Нам не увидел Но я не знаю Как они готовятся К играм Но почему-то Такая тенденция Что почему-то Вот в нашу сторону Этих ошибок К сожалению Бывает больше Что скажет Молодой ученый Да я помимо того Что вы молодой ученый Я и арбитр по футболу Поэтому Вот-вот-вот Мне достаточно было Интересно наблюдать Да за этим матчем Безусловно С моей точки зрения Там была ошибка Да По определению Положения мне игры И момент Который в принципе Нельзя назвать сложным Ведь когда Так называемые Ножницы Да Выбегает защитник И забегает нападающий Тогда это является Сложным эпизодом Динамик А здесь Защитник был В статичном положении Но это исключительно Мое мнение А так В принципе В целом Бригада отработала Очень качественно Квалифицированно Тем более С позиции Именно главного арбитра Да Со своим авторитетом Он контролировал игру И давал понять Что он Хозяин на поле Это что касается Судейских ошибок Нам мне кажется Нечего уповать На судейские ошибки Это понятно Потому что Судьи Ошибаются В ту или другую сторону Примерно одинаково Поэтому Прежде всего На свои силы Надо уповать Это в адрес Виктора Вадимова Ни в коем случае В адрес судьи Или молодого ученого И арбитра В адрес Футболистов и болельщиков Которые уповают На судей Оправдывая свои ошибки И недостатки Мастерства Вот те матчи Которые вы видели Алексей Ну уже раз Мы о судействе Каким бы вы хотели Себя видеть Арбитром Не ошибаюсь Ну в принципе Я же не господь бог Поэтому все Все ошибаются Безусловно Так или иначе Матчи Было Я надеюсь Еще будет Очень много Интересных Бесконфликтных Самое главное Чтоб Была Определенная Возможность Как-то Держать Определенную Нить С игроками Находить Определенный Контакт Уметь Как-то И работаете С тренерами И Непосредственно Это мы продолжим Потом Вот принесут вам Определенную сумму денег У нас сейчас реклама Я прощу За рекламу Или покажут Кулак С трибуны Центральный матч Мы коснулись Так сказать Судейских проблем Не только Точнее Только В нашей стране А может и не только В нашей стране Так слегка Пошутили Ну вот Алексей Представитель Нового поколения Арбитров Да Он будет честен Внимательный Он будет быстро бегать И видеть все ситуации У нас четверг Уже игра Саш Вы как На Уфу Настраивать Молодежка Где играет Как Молодежка играет В один день С первой командой В два часа Поэтому Мы настраиваемся На победу Мы занимаем Сейчас Одиннадцатое место По-моему Молодежка Поэтому Хотим подняться Немножко Поэтому нам тоже Нужны очки Поэтому Будем стараться Победить Уфа В чемпионате Молодежек Занимает Предпоследнее Место По-моему Поэтому То есть вам полегче А Уфа Основы на одиннадцатом Да Основа Уфы То есть Да Ну Основная команда Уфы Тоже достаточно Крепкая команда Не имеющая Там может Больших звезд Но Достаточно Хорошо организованно Имеет Хорошего тренера Колыванова И особую опасность Там представлял Когда мы играли В первом круге Нападающий Пауревич Если не ошибаюсь Хорват по национальности Вот он Центральный нападающий Имел с нами Там один момент По-моему Вот так А так Особых звезд Там нету Конечно Ну Нам тоже Надо побеждать В этой игре Кровь из носа Всем нужно побеждать Момент Кто окажется Сильнее характером Команды Как вы считаете Как ростовчане Сыграют в четверг Ну Мне кажется Что Тут Двух мнений быть Не должно Это То есть Им некуда деваться С Уфой И с Торпедой Это игра За 6 очков Это прямые конкуренты Это прямые конкуренты Если не у них Выигрывать То у кого И тем более Эти три игры Дома Я думаю Со Спартаком Мы всегда дома Играли неплохо Ну По большому счету Спартак Это может быть Не наш соперник А вот Уфа И Торпеда Это наши И 6 очков Надо брать Кровь из носа Иначе Очень тяжело Будет в конце Ну почему Есть еще ЦСКА Зенит Почему не взять Я не хочу Ну давайте так Ну можно помечтать А это реальные 6 очков Мы можем выиграть У более сложного соперника И сыграть не очень удачно Да С Уфой Ну не дай бог Вот Или С таким же соперником Который На сегодняшний день Более или менее Уровень нашей команды Я позитивно настроен Думаю Что мы выиграем Ну вот такое ощущение После ряда этих игр Да Что все таки Это волна Так сказать Подъема Хотя бы Возможно Поймали свою игру Да То есть Есть такое У вас тоже Да чувство Что поймали свою игру Она явно Просматривается сейчас Она видна в игре И действительно Появляется рисунок игры И видно что Ну практически Так сказать Таких Отсутствующих Футболистов На поле Вернее Они присутствуют Но они отсутствуют в игре Их уже нету То есть есть Такой Позитивный настрой У всей команды Вот отдельные ошибки Есть Они конечно Свойственные Вообще Самой Игре Вот любой Игре А так По настрою Все таки Бердыев Игрок И тренер Который Хотя бы Первоначально Мы оценили его Как Тренер Всегда такого Консервативного Консервативного Футбола А здесь мы Видим преображение Прямо Просто команда Атакует Все Так сказать В хорошем Динамическом Так сказать Порыве С защитой Понятно С защитой Справились Да? Вроде бы Ну мне кажется Тут дело Не только в защите Для того Чтобы Ростов Остался выше Лиги Три силы Должны действовать Первая Это футболисты Вторая Это Администрация И Спонсоры Со своей стороны Должны выполнить Свои обязательства И болельщики Которые должны болеть Все вместе Объединившись Я думаю Дадут результат Главное Чтобы каждый Занимался Своим делом Вот именно Потому что Вот мы вроде как И болельщики И вроде как Нам кажется Что мы лучше Что-то понимаем Чем тренеры Те кто выходят На пол Но со стороны Всегда виднее Да Да Леш Есть что сказать? По поводу Будущего Будущего Ну на самом деле Хотелось бы пожелать Ребятам удачи Чтобы они Выложились на все Сто Забрали эти Три очка Я думаю У нас есть В принципе Огромный потенциал Да Сыграть эту игру Что характерно У нас огромный потенциал Был Есть И будет И будет всегда Другое дело Как этот потенциал Использовать? Для этого Тренер существует Первый Психологический Момент психологии Когда команда Была надломлена Мы на прошлой передаче С вами об этом говорили О том что Кто-то из лидеров Должен взять на себя Игру Кто-то должен Повести команду По большому счету Такого не оказалось Сейчас пришел Тренер Каким бы Консервативным Он не казался Он довольно Квалифицированный Тренер Он немного Говорит Очень мало Говорит Что его отличает Может быть От остальных Своих коллег Но при всем При этом он дает Результат Согласись Что сейчас Результат Мы видим Он есть результат Пошла игра Вот Виктор Владимирович Правильно Заметил Мы поймали игру Она пошла Уже видно Что практически Ни один футболист Не выпадал из игры А если посмотреть На предыдущие игры Бывали Я не хочу фамилии Называть Но бывали Футболисты Которые очевидно Совершенно выпадали Леш Прервали тебя Нет Ничего страшного Хотел действительно Пожелать удачи Ребятам То о чем я и сказал Действительно Вот две игры Которые Необходимо Будет выигрывать Правильно Мои коллеги Сказали Лучше три А лучше все оставшиеся Хотя бы три дома В идеале Ну это наверное Возможно Я думаю Вполне возможно Для нашей команды Невозможного нет Главное Верить в ребят Чтобы побольше Да То есть мы можем Оттуда Совсем туда Совсем не можем Ну как Почти А оттуда Потом повыше С таким составом И тренером Не можем Совсем Если говорить О судейской бригаде В частности На следующем матче То по-моему Лапочкин будет обслуживать Тоже достаточно Квалифицированный судей Я с ним вместе Обслуживал и дублирующие Составы премьер лиги Очень приятный И человек И как арбитр Профессионал Своего дела Сейчас мы у Болечка Спросим Вы любите лапочки Когда команда Выигрывает Мы его очень любим А когда команда Проигрывает Мы еще подумаем Мы его Уважаем Только Как обычно Все всегда Зависит от результата Это закономерность Такая Она В спортивном мире Присутствует Саша Будучи профессиональным Футболистом Столько лет Он О взаимоотношениях С арбитрами Саша думает Как я устал От футбола Нет Ему еще Работать 50 лет От футбола Трудно Устать Молодец На самом деле Я считаю Что Последняя победа Нашей команды Добавит уверенности В следующих играх И Придут еще победы И думаю Наберут Нужное количество Очков Останутся В премьер лиге Поэтому На сегодняшний день Ну как-то сейчас Уже поуверенней Насчет того Что все Я думаю Это основная задача На сегодняшний день Остаться Я бы хотел Пожелать и команде И всем нам Немножко удачи Вот правильно говорил Виктор Владимирович Первая игра С локомотивом Мне например Больше понравилась Чем игра Вторая Когда мы 2-1 Выиграли Там немножко Не повезло Один удар Гол А у Бухарова Был аналогичный момент Но Класс другой Не использовал С Рубином Рикошет И Нестандартная ситуация А потом команда Побежала отыгрываться И пропустила второй Удача В этом деле В футболе И в игре Очень важна Так что пожелаем Нашей команде удачи И будем болеть За нее конечно И терпение Это всем терпение Умирение нам Нам терпение А им удача И умение Умеренного терпения Болельщика Потому что Те болельщики Которые Себя позиционируют Как болельщики И как они иногда Себя проявляют В своей болельни То Может так Кстати Нет Ну сейчас в мире Творится Просто безобразие Что это за игра Бого В Черногории А только в мире А болельщики Торпеда Наш Ростовский болельщик Нет У нас еще Хороший Спокойный Выгоняет футболиста С поля Бухарова А футболист Очень хороший И вот никак он не обретет Уверенность Все таки Я вот все таки За него Ну где-то переживаю Потому что Это хороший Качественный футболист И он Еще У него потенциал Просто огромный Ну вот не может Он не прижился В нашей Не приживался Пока еще не прижился В команде И вот Я хотел бы обратиться К болельщикам Ребята Ну давайте хоть как-то Проявим милосердие Давайте какое-то Понимание в конце концов Ну давайте еще дадим Какой-то там Кредит времени Этому футболисту Ну и не только ему Наверное Да Ну ему прежде всего Прежде всего Тем более сейчас пришел Тренер Который хорошо знает Его возможности Конечно Не ну в какой-то момент Саша Бухаров заиграл Как мне показалось Да Был моментик такой Небольшой Небольшой фрагмент Ну он хорошо выглядел Из Кубани Не хватало стабильности Стабильности Одну игру играл хорошо И следующий уже был Небольшой роман Это у нас Саша Масло Уграл стабильно А вот у Бухарова Что такое Надо ему помочь Саша Помогай Своему Я благодарю Я благодарю В игре с головой Да Благодарю вас за то Что вы стабильно Приходите на программу Растоп Тайм 3 Что вы не занимаетесь Высказыванием Так сказать Какого-то мнения В соцсетях Где пишут Пишут И то И то И то Смотришь Становится страшно Что за люди А мы вот открыто С экрана Говорим Что думаем И думаем мы Наверное Правильно Знаешь Марина Вообще Шизофридию Комментировать Очень сложно Поэтому давайте Подождите У нас Уже переходим На медицинскую Примерную Нет мы говорим О немедицинских терминах Потому что таких Люди которые В соцсетях Свои Так сказать Эмоции проявляют И достаточно Неприят В неприглядном виде Но Коммент А если мы говорим О специалистах То мы должны быть По крайней мере Понятны Что мы говорим Мы должны тоже Слышать И мы должны иметь Двухстороннюю связь Футболисты должны Говорить Возвращаемся мы От имени болельщиков От нас Все-таки К руководству клуба Эта связь нужна Она важна Всем бы хотелось Услышать То или иное мнение Спасибо Вот Саше Маслов Приходит Мы от него узнаем Почему Не поливают Манеж В Екатеринбурге Я благодарю вас За то что вы Сегодня пришли Мы как всегда Лимитированы временем И надеюсь Что удача И терпение Тем более Сегодня праздник большой А вот скоро Пасха Проигрывать Ну никак нельзя Мы и не собираемся Да На всякий случай Пошли тренироваться Тренироваться Пошли на тренироваться Спасибо Благодарю всех Поклонников программы Ростов Тайм 3 Она Может быть такой Может быть иной Менее интересной Более интересной Но мы работаем С душой С сердцем Мы любим нашу команду И хотим Чтобы она побеждала До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин